Всем привет! С вами Александр Анатольевич и Breaking News Weekly. Мы хотим рассказать о самых модных и актуальных трендах недели, а также поделиться последними горячими новостями. Сегодня в программе. Что бывает после Хэллоуина? Страшно интересное окончание праздника. Как красиво пережить русские морозы, знает дизайнер Мария Шошева. Сезонные букеты. Не просто насладиться красотой, но даже и съесть их. А также многое другое. Маска? Я тебя знаю! В конце октября, начале ноября, во всем мире традиционно отмечают Хэллоуин. Вот таких масок на костюмированных вечеринках и шоу-показах было не с честь. Казалось бы, праздник уже прошел, но модным столичным жителям все мало. И что бы вы думали, они организовали своеобразную автопатию-вечеринку, которая так и называлась After Halloween. Портал между мирами открыт. Мы находимся на After Halloween, уникальном музыкально-театральном представлении, где окончательно стирается грань между актерами и зрителями. Бал Мистерия начинается прямо сейчас. Каждый гость полноправный участник всего события, который может влиять на сюжетные линии и создавать новые связи между событиями и художественными актами. Мы создаем целые миры. То есть, попадая в каждую из этих комнат, вы попадаете в мир нашего героя. Это все о том, какой бы мир мог быть, если бы у каждого из нас была безграничная фантазия. Честно говоря, я в восторге от этого мероприятия. Я уже здесь второй раз. В прошлом году было просто феерически. И скоро начнется самое-самое интересное. Сценки, герои, актеры. В общем, это просто вау. Как любая девочка, люблю балы, а любые балы предполагают наряжание и переодевание. И, в общем, этим я сегодня занялась. Сама, значит, ставила себе линзы, выгрызла волосы в белый цвет, а с ними и кожу, и губы в синий. И, в общем, вот я здесь. Мне кажется, русский Хэллоуин, он самый необычный, потому что в Лондоне он очень традиционный. Там тыквы, кровь, черепа. А в Москве, мне кажется, Хэллоуин самый креативный. Это мероприятие делают мои друзья, и все, что они делают, я всегда посещаю, потому что я восхищаюсь их креативной составляющей. Для меня Хэллоуин — это? А для меня Хэллоуин — это апогея разврата. Возможность переодеться и сделать дурацкий макияж и не чувствовать себя стыдно от этого. Для меня Хэллоуин — это волшебство. Идея проекта After Halloween принадлежит известным создателям экспериментальных постановок и ярких шоу-программ. Я с большим удовольствием встретился с этими суперкреативными людьми, чтобы побольше узнать об их работах. В данный момент я нахожусь в гостях у Жу Монтвилайте и Владимира Месхи, у людей, которые первыми привезли в Россию Deep Interactive или Deep Interactive. Это авторы и создатели самого модного костюмированного балла под названием Midsummer Night Dream. Здравствуйте, Жу, Владимир. У меня несколько вопросов. И первый из них. Хотелось бы узнать подробнее о вашем музыкально-театральном проекте под названием After Halloween, который состоялся совсем недавно. Расскажите, чем это мероприятие отличается от других, посвященных Хэллоуину? Значит, для начала After Halloween в прямом значит, что это After. Сразу после Хэллоуина. После Хэллоуина. Мы так посидели, подумали, что как долго может длиться After Halloween и решили, что, наверное, точно до зимы. Наверняка могут появиться такие некие места, как порталы, куда эти все души собираются для этого честования праздника, собственно. И решили, что стандарт отель может стать таким порталом. Вы первыми в Россию привезли Deep Interactive. В чем, собственно, его концепция? Мы его не привезли, мне кажется. Мы его просто здесь же и создавали. И Deep Interactive — это полное погружение. То есть ты становишься персонажем? Да. Всего происходящего. Полное погружение, перевоплощение. Ты готовишься к этому, ты меряешь на себя этот костюм, ты подключаешься, ты можешь что-то решать. Кроме этого, Dead Celebrities — это самая основная наша тема. То, что каждый может примерить. А можете перечислить их Dead Celebrities? Была принцесса Диана, Майкл Джексон, Эмми Ванхаус. Ну да. Ну а какая разница, гости или наши персонажи были? Они были на вечеринке? Да. Была Цветаева, Ахматова, Детс Пифиджералда, Булгакова не было. В случае с After Halloween, с чего началась работа? Хэллоуин начался когда-то давно, от крыши мира, от бродилок на 2007 году. Бродилок? Я не ослышался. Да, бродилок, да. Такой бродилки. Посвятите меня. Ну бродилки, сами по себе, это сегодня так называемые променады. Спектакли, променады, некоторые с наушниками, именно некоторые без бродилки. Это когда ты идешь в одно место, а попадаешь в другое. С чего вообще начался ваш интерес к иммерсивным мероприятиям? Ой, я очень точно помню этот момент. Значит, мой не первый спектакль, второй спектакль после Гитиса, «Центр Мирхольда», «Паразиты», автор Майорич фон Майнбург, «Лемец». И там такие минимальные попытки интерактива. Актеры общаются с людьми, маленький зальчик. И Андрей Попов, который в Суздале имеет большой человек мира, вот лавки мира делает. Он пришел на спектакль, дружеский мне говорит, «Все круто, Жу, но одна вещь обламывает, что ты в этом не участвуешь». И все. И я подумала, точно. Какие проекты вы собираетесь запустить в ближайшее будущее? Открывайте все секреты. Это будет женский рэп, называется проект пока «Ки-Кью» или «Ки-Кью». Зачитает девушка. Читает девушка, да. Вот она и станет героиней этого иммерсивного концерта 8 марта. Удачи во всем, что вы делаете. Это, конечно, все. Абсолютно не вписывается ни в какие рамки. Я надеюсь, что тех, кто вас поддерживает, будет все больше. Это Жу Монтвилайте и Владимир Месхи. Люди, которые развивают самые яркие, интерактивные и иммерсивные представления в России. Вы смотрите Breaking News Weekly. Дизайнер Мария Шошева представила новую коллекцию сезона «Весна-лето-2018». Бренд славится высококлассными изделиями из меха в категории от кутюр. Рассмотрел коллекцию поближе и узнал впечатление гостей от показа наш специальный корреспондент. Эту коллекцию я посвятила Великобритании, Англии. Тематика, так как я сейчас часто там живу. Это история любви короля Эдуарда VIII Олли Симпсон. Он отказался от британской короны ради любви к ней. А Олли Симпсон вошла в историю как икона стиля. Я считаю, что эта коллекция подойдет для всех. Это было феноменально совершенно. Мне безумно понравилось. Я бы хотела пожелать ей только профессионального роста, успехов, вдохновения, чтобы реализовались все ее мечты и замыслы. Я хочу отметить просто каждую работу, потому что никакую работу нельзя пропустить просто без впечатлений. Российский Бомонд до сих пор обсуждает итоги Московской недели моды. В том числе показ дизайнера Лизы Романюк, не оставивший равнодушным никого. Это была по-настоящему женственная коллекция. Как прошло шоу. Для тех, кто пропустил, самое интересное. Коллекция удалась. Полностью вся концептуальная. И мы рады, что сейчас листопад на улице, дождь. А мы покажем весну и лето. Яркое, радостное, веселое. И немножечко подарим праздника нашим гостям. Сегодня у нас очень интересный образ. Коллекция в пастельных тонах. Очень легкая, приятная к телу. У меня очень красивое платье пастельных тонов. Его можно использовать как в повседневной жизни, так и для вечернего выхода. Я считаю, что Елизавета Римонюка делает женщин красивыми. Я обожаю ее показы. Я каждый год хожу. Цветы, бесспорно, самый востребованный подарок женщине. Но в последнее время в моду вошли букеты, которыми можно не только полюбоваться, ну и буквально съесть их. Такие сезонные букеты могут включать в себя осенью вишенки, яблоки, апельсины, даже тыквы, кстати, о Хэллоуинь. Впрочем, зима близко. Давайте узнаем, какие букеты войдут в моду ближе к Новому году. С уверенностью можно сказать, что эта осень запомнится нам различными сочетаниями листвы, разными фактурами и оттенками декоративных ягод и также цветов. Еще несколько лет назад вы бы, наверное, не увидели в букете какие-то съедобные составляющие. Есть ягодные клубничные букеты, которые полностью состоят только из ягод. Зимние букеты отличаются от букетов других сезонов тем, что в них используется более зимний, новогодний материал, какие-то шарики, декоративные яблочки с глиттером, блестки, натуральная ель, сосна, мышевельник, декоративного снега, шишек, натуральные коры, мха. Вы смотрели Breaking News Weekly. С вами был я, Александр Анатольевич. Оставайтесь в курсе последних новостей и модных трендов. Ну и любите друг друга. Пока!